Привет-привет, с вами Китти Кейт, и сегодня мы поиграем в милых пушистиков и разукрасим разных питомцев. Кстати, а у тебя есть домашний питомец? Если есть, обязательно ставь лайк. А мы начинаем. Так-так-так, что тут у нас новенького? Фотосессии, все дела? Нет, я пойду лучше в этот их дивный мир, где они живут. Ух тышкин-мартышкин, посмотри, все в дом пришли. Давай посмотрим, вес нормальный. А, подожди, подожди, а у кошечки вес приличный. Что-то не то, кажется, ей поесть не мешало бы. Ладно, пойдем посмотрим, что у нас на улице происходит. Кстати, здесь можно сделать снеговика, только у меня он не всегда получается, потому что он странный. А это что такое? Кто это у нас? Это что, черепашка? А что она делает в этом снежном мире? Она же может заморозиться? Божечки-макарошечки, надо бы ее спасать. Ух тышечки, посмотри, какая милая черепашулечка. Такая красивая. Надо ее разукрасить. Сейчас посмотрим, что у нас там с красками есть подходящего. Жалко, что нельзя заполнять разными элементами, потому что было бы намного интереснее, если бы можно было... Так, подождите, подождите. А крутить нельзя, что ли? Подождите. Что-то все тебе большевато как-то. Давай, давай цветочек сделаем вместо короны. Так-то лучше будет. Ну что, фотография на память? Отлично. Замечательное фото получилось. А здесь у нас кто? Ой, фу-фу-фу, дамочка, от вас как-то пахнет. Давайте уберу у вас все лишнее. Где, интересно, бегала эта кошечка, что она просто вся в листве, в жуках каких-то и в каких-то запашочках не самых приятных. Зелененькие запашочки, это всегда фу-фу-бебе. Ладно, давай ее сфотографируем, только сделаем ей колпачок, например. Ну а почему бы нет? И бантик давай. Бантик, бантик. Вот так-то лучше. Отличная фотография с закрытыми глазами. Как всегда. Если честно, я когда фотографируюсь, у меня тоже вечно закрыты глаза. Если у тебя так же, лайкосик не забывай. Ну если не поставил еще, конечно. Так, что там нам теперь сделать с нашей чилипошулечкой? Нам бы ее разукрасить. Ё-моё, она такая милая. Мне очень нравится. Давай сделаем ее зелененькой, что ли. Ну черепашки, они же какие-то зелененькие вроде. Да, очень даже подходящий цвет получается. Так, и что мы можем нарисовать? Я даже не знаю, что ей делать. Здесь, конечно, есть всякие узоры, но они слишком мелко рисуются. Мне не очень нравится, если честно, потому что как-то это странно, что ли. Давай выберем желтый цвет и сделаем ей, сделаем ей, даже не знаю, что сделать. А давай вот такие загогулинки. Мне кажется, они похожи на черепашьи. Черепашьи и загогульки. У черепашек вообще есть загогульки? Да, по-моему, нет. Ну ладно. Так, ну вот так, давай посмотрим. Если что, все исправим. Но исправить ведь никогда не поздно, так ведь? Ну-ка, давай посмотрим. А что, вполне себе ничего. Очень даже миленько получилось. Давай-ка, а давай так оставим. Так, куда наша черепашулька исчезла? Непонятно. А вот она спряталась за котика. Интересно, сколько она весит? Ого! Ничего себе, какая тяжеленная дамочка. Пойдем, я тебе что-то интересное покажу. Тебе обязательно понравится. У нас здесь есть красивый бережок. Здесь можно плавать и купаться, и веселиться. Я думаю, что для черепашки это должно быть очень любимое местечко. Потому что здесь очень миленько и классно. Да-да-да. Я прям уверена, что это так и есть. Потому что я бы сама не отказалась здесь поиграть в черепашьи дела. В общем, да. Ой, ты что хочешь? Странно. Почему она хочет разукрасить опять себя хочет? Да нет. Черепашуля, ты что там, что там ты хотела? Ну, рассказывай, рассказывай. Как она классно плавает. Мне очень нравится. Прямо походу мой любимый питомец. Только что-то повредилось немножко. Наверное, лапкой задело, закарал. Давай полечим ее. Послушаем сердечко. Так, с сердечком все в порядке. Рост. Ой, не измеряется. Что, простите? Как рост измерить черепахи? Ребята, черепахе рост не измеряется. И что мне теперь делать? Очень странно. Очень странно. Ладно, и сопли. Нет, сопли выбираются уже хорошо. Так, а рост? 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 С ростом как быть? А, во, наконец-то. Она такая малюсенькая и такая тяжелюсенькая, что ее невозможно измерить. Это очень странно. Прямо очень-очень странно. А мы тем временем вылечили ее и почти заработали нового питомца. Интересно, кто там попадется? Давай вылечим всех наших питомчиков, которые пришли в больницу и посмотрим, кто попадется следующий. Ведь кто-то же должен попасться. Потому что я надеюсь на какого-нибудь интересного питомца, например, на жирафа или на крокодила. Мне кажется, это было бы прикольно. Так, у котика у вас все в порядке. Можете бежать играть. Так, что мы тут сделали? Все сделали. Все хорошо. Я прям супер доктором себя чувствую. Всех излечит и исцелит добрый доктор Катя Айболит. Да. Так, ну давай тебя тоже полечим. Вот где твое сердечко. И сердечком у тебя все просто замечательно. А рост? Это походу самая высокая собачка у меня. Или это не собачка? Я так и не поняла. То ли это собачка, то ли барашек. Она мне не признается. Это какая-то секретная информация. Ну да ладно. Я буду считать, что это собачка. Хотя, может быть и нет. Мне кажется, что собачка. Потому что ушки как у собачки. Так, она у нас здорова. И что, дадут нам питомца? Как думаете? Ну пожалуйста, 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 пожалуйста. Нет. А нет, дали. Есть. Ура, ура, ура. Кто же там попадется? Сейчас посмотрим. И это... Что? Это Ния. Обезьянка, похожая на человека. Извини, песик, но мне надо сходить посмотреть на эту обезьянку. Где обезьянку? Где обезьянка? Что-то я не разберу. Куда она делась? Сейчас посмотрим. Ты со мной, что ли, пойдешь? Ну пойдем. Пойдем посмотрим, где же она бегает. Сейчас найдем. Я пока не вижу. Вижу, вот у меня змейка, кстати, есть. Мы с ней дружим, потому что она... А потому что она миленькая. И очень любит со мной играть. А еще здесь у нее есть какие-то ванны. Кстати, если ты хочешь, можешь тоже здесь искупаться. Это теплая ванна, а это холодная ванна. Это прям термальные источники какие-то получаются. Ой, как-то ты полосатенькая стала. Очень странно, очень странно. Кстати, здесь у меня есть еще, знаешь что? У меня здесь есть радуга. И под радугой можно делать еще радужную. Какая красота, лепута. Посмотрите на эту черепашку. Она просто прелестная стала. Слушайте, надо будет сделать следующего питомца полосатенького. От нее даже след полосатый остается. Так, где мой новый питомец? Подождите, разберемся, разберемся. Ой, а вот он. Кажется, ему случайно прилетело прямо в глаз. Ладно, извините, пожалуйста. Сейчас вас разукрасим. Так, и кто это? Это реально обезьяна, мартышечка маленькая. Ой, какая забавная. Сейчас что-нибудь придумаем. Разрисуем так разрисуем. Даже не знаю, какого цвета и делать ее. Сейчас что-нибудь придумаем. Может быть, розового? Нет, розового слишком сливается. Оранжевое слишком странно. Непонятно, что делать. Непонятно. Так, а что если сделать синюю? Нет, слишком темную. А если голубенькую? То вполне себе нормально. Отличный вариант получается. И что это? Ведь получается у меня сегодня целых два питомца. Это просто супер-пупер-пули-пупер. Так, а ей давай сделаем. Даже не знаю. А давай кружочки сделаем. Точно. Кружочки. Раз, два, три, четыре, пять. Пять кружочков. И желтые кружочки с дырочками сделаем. Вот так. И голубенькие. А, голубенькие не подходят. Даже не знаю. А есть листики какие-нибудь? Подождите, подождите. Давай еще треугольничков добавим. Вот таксики. Вот таксики. Вот таксики. О, панки. Это ли не чудо? Просто супер-красно. А, подождите. Желтый у нас был уже. Что-то я путаюсь в своих показаниях. Так. Еще добавим вот этих треугольничков немножко. И посмотрим, что из этого выйдет. Мне уже очень интересно, что получится. Ну что? Очень даже миленько получилось. Мне нравится. Только на носике почему-то треугольник. Но ничего страшного. Здесь постоянно на носике что-нибудь не то попадается. Ну что ж, ребят, мы разукрасили всех наших питомцев. За всеми поухаживали и даже полечили. А на сегодня все. Обязательно ставьте лайки. Пишите комментарии. А на сегодня все. Обязательно ставьте лайки. И не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые крутые видосики. И на колокольчик нажимайте, чтобы уведомление пришло. Всем пока-пока-пока. А мои ребятки решили пока порезвиться в снежки. Ну правильно, а то зима закончится и снега-то не будет. Пусть играют. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok